Сегодня мы начнем с пропевания звуковым три раза. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. И колбах. Еще раз вдох. Глубокий вдох. Давайте откроем глаза. Знаете, в нашем теле есть 109 чакр. Чакры — это такие точки энергии, которые дают почувствовать удовольствие и боль, которые позволяют почувствовать разного рода ощущения. Сколько? 109. 108 в теле и одна над головой. В тонком теле, в нашей алке, в тонком теле. Но сегодня мы уделим основным 7 чакрам нашего тела. В теле есть 7 важных чакр. Первая — в основании позвоночника, возле амуса. Вторая чакра позади гениталий. Называется Сватхистана. Третья — область пупка. Четвертая — в области сердца. Пятая — там, где щитовидная железа, область горла. Шестая — шишковидная железа и гипофиз между бровями. Дальше — гипоталамус. Седьмая чакра — сахасрара чакра, макушка головы. И в 30 сантиметрах над головой располагается двадашанта чакра. Двенадцатая точка — это та чакра, где заканчивается наше тонкое тело. Наш ум больше нашего тела. Нужно знать об этом. Обычно мы думаем, что мы внутри тела, но это наоборот. Тело внутри ума. Удивительно для многих из вас, не так ли? Но это правда. Итак, на каждую чакру нужно просто перенести внимание. Нет там никаких цветков или лепестков. Знаете, в древние времена соотносили деликатную природу энергии с лепестками или цветками. Это наилучшая аналогия. Энергия очень мягкая, подобна цветку. Когда ум становится очень тонким, вы способны чувствовать некоторые ощущения в этих областях. Сейчас проведем эксперимент. Кончиком языка пройдитесь по верхнему небу. Пройдитесь по небу очень нежно, не слишком сильно нажимая, едва касаясь. Сохраняя промежуток воздуха. И вы сразу почувствуете некоторые ощущения в области лица. Здесь, на небе, находится другая чакра. Сейчас мы просто будем переносить наше внимание. Не нужно ничего представлять, не нужно стараться. По мере того, как я буду давать инструкции вместе с дыханием, вы просто слушайте, отпускайте и будьте с этим. На первом этапе вы просто ничего не будете ощущать. Ваш ум станет пустым. А на следующем этапе, если вы будете практиковать, вы начнете чувствовать некоторые вибрации. А затем, если вы регулярно медитируете, вибрации обратятся в свет и соединят вас с другим измерением существования. Измерение, с которого вы можете интуитивно знать многие вещи, которые воспринять обычным интеллектом не способны. И поэтому эта чакра-медитация так полезна. Она мистическая и в то же время практична. И если вы посмотрите, когда наши эмоции идут вверх и вниз, мы ощущаем энергию во всех этих местах. Например, основание позвоночника, первая чакра, связано с инертностью и энтузиазмом. Если первая чакра закрыта, вы почувствуете инертность и отсутствие интереса к чему-либо. А когда первая чакра активирована, муладхара оживает. И вы ощущаете энтузиазм. Если вы чувствуете много энтузиазма, знайте, что ваша муладхара активирована. И потом, когда вы движетесь к Сватхистане, второй чакре, вы становитесь экстремально творческим и проактивным. Половое желание и творческие способности, они оба во второй чакре. Когда мы приходим к третьей чакре, здесь ваша энергия выражена в четырех видах. В каких? Щедрость, жадность, ревность и радость. Видели? Радость всегда выражается животом. Видели смеющегося Будду с животом? В ганапате большой живот. И, подобно, мы говорим, что что-то происходит в животе при ревности и жадности. Щедрость и радость, два позитивных качества, а также жадность и ревность. Вот таковы четыре формы, в виде которых энергия проявляется в этом месте. Затем мы переходим к сердечной чакре. Здесь три формы. Какие? Любовь, ненависть и страх. Если вы чувствуете страх, у вас нет ненависти и любви. Если вы ненавидите, вы никого не боитесь. Если есть любовь, нет ненависти и страха. Не так ли? В сердечной чакре одна энергия проявляется через три формы. Затем в области горла. Благодарность либо горе-печаль. Знаете, когда вы благодарны, вы ощущаете ком в горле. И когда вы горюете, что мы говорим? Комок в горле. И также энергия поднимается в точку между бровей. И как она проявляется? Две формы. Какие? Гнев, ясность и бдительность. Третий глаз связан с гневом. Слышали? Шива открыл третий глаз и сжег что-то там, в мифологии. И также третий глаз – символ интуитивных способностей, осознанности, знания. Так что осознанность и гнев – оба в межбровной точке. Дальше мы поднимаемся к макушке головы, и там энергия проявляется как блаженство. Только блаженство. Так что когда энергия доходит до макушки головы, до верхних чакр, даже когда лишь тонкий поток энергии поднимается к верху, вы чувствуете счастье и радость. Вы ощущаете полноценность, завершенность и блаженство. Мы погрузимся в это глубже, в другой день. А сейчас давайте помедитируем. Давайте сядем комфортно и непринужденно и закроем глаза. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и отпустите. Повторяет нахиньи. Повторяет нахиньи. Немного. Сделайте глубокий вдох, задержите и отпустите. Ваше тело неподвижно и расслаблено прямо сейчас, в этот момент, повторяет нахинги. В следующие пять-семь минут мы будем держать тело неподвижным, не будем двигаться ни на сантиметр. Давайте держать тело неподвижным, подобно статуе. Старайтесь держать тело неподвижным, как статуя. Перенесите внимание на основание позвоночника. Повторяйте нахинги. Вам не нужно ничего делать, просто слушайте инструкции. Все происходит само собой. Внимание на основание позвоночника. Могут возникать некие ощущения в разных частях тела. Просто позвольте им быть, игнорируя это. Сохраняйте мягкое внимание на основании позвоночника, не зная, что там. Просто мягкое внимание где-то внизу. Место точно над вашим сидением. Сохраняйте внимание на основании позвоночника без усилий. Повторяйте нахинги. Повторяйте нахинги. Повторяйте нахинги. Чувствуйте область, не концентрируясь. Чувствуйте всю эту область без концентрации. Обращайте внимание на область возле ануса. Вблизи позвоночника. Направьте все внимание на эту область. Отпустите все и расслабьтесь. И найдите маленькую точку в этой области. Повторяет на хинде. Найдите маленькую точку. И отпустите. Ваше внимание на всей области и на маленькой точке внутри этой области. Повторяет на хинде. А сейчас отпустите все усилия. Заметьте, дыхание движется в ритме. Расслабьте так же и ваше дыхание. Повторяет на хинде. Повторяет на хинде. Вы можете чувствовать некие ощущения в теле. Не страшно. Все в порядке. Повторяет на хинде. Сделайте глубокий вдох и отпустите. Еще один глубокий вдох и отпустите. Повторяет на хинде. Повторяет на хинде. Повторяет на хинде. Сейчас давайте переместимся на вторую чакру. Сделайте глубокий вдох и на вдохе переместитесь с первой чакры на вторую. Она располагается позади гениталий. И просто будьте там. Повторяет на хинде. Сделайте глубокий вдох. Ваш ум может странствовать. Позвольте ему и возвращайте ваше внимание на вторую чакру. Повторяйте на хинде. Отпустите все усилия и отдыхайте. Повторяйте на хинде. Повторяйте на хинде. Какие бы вы не испытывали ощущения, прямо в этот момент позвольте им быть. Вдохните и перейдите на пупочный центр. Повторяйте на хинде. Прямо над пупком в области солнечного сплетения. Сохраняйте внимание в области немного выше пупка. Проникайте глубоко в эту область. Повторяйте на хинде. Повторяйте на хинде. Сохраняйте внимание на третьей чакре. Проникайте глубоко в эту область. Позвольте вашему уму проникать слой за слоем в центр этой чакры. Расслабьте все ткани. Позвольте уму проникнуть вглубь, в основание. Продолжение следует... Продолжение следует... Ваше внимание на пупочной чакре Манипури. Ум становится спокойным и безмолвным. Просто позвольте этому происходить. Повторяйте на хинде. Повторяйте на хинде. Повторяйте на хинде. Повторяйте на хинде. И мы поднимаемся на сердечную чакру, анахату, повторяет на хинде. На вдохе перенесите внимание на сердечную чакру и отдыхайте там. Повторяет на хинде. Продолжение следует... 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 На вдохе перенесем внимание на точку между бровей. Продолжение следует... 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 Повторяю в Махинде. И медленно и постепенно можно открыть глаза. Дхиле-дхиле агкин кхол сактехо. Повторяю в Махинде. Следуйте своему ритму, не слишком быстрому, без рывков. Очень мягко и медленно почувствуйте свои ладони и пальцы. Сделайте глубокий вдох и выдох. Повторяю в Махинде. Повторяю в Махинде.